20 июля на очередном заседании регионального правительства рассмотрели исполнение национального проекта образования в Тверской области. На его реализацию с 2020 по 2024 год Верхней Волжье предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. Тему продолжит Наталья Чекет. В Тверской области планируется создать 300 центров образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» в школах, которые расположены в малых городах и сельской местности. Учреждения создаются по нацпроекту образования и региональному проекту «Современная школа». В образовательных учреждениях Верхней Волжье будет создано более 2500 новых учебных мест. Они появятся после открытия трех новых школ и проведения капитального ремонта в 12 учреждениях. Также на территории Тверской области реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Так, в Вышневолодском городском округе будет создан региональный центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи. «Процессы, связанные с образованием, это процессы, связанные с будущим поколением. Поэтому дети растут, время идет, и, соответственно, среда, инфраструктура, они должны, конечно, соответствовать сегодняшним требованиям времени. Поэтому есть над чем работать». Ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты IT-кубы. Продолжится работа и по развитию экосистемы детского технопарка «Кванториум». Как отметила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, которая присутствовала на заседании в качестве эксперта, в регионе важно продолжать активную работу по строительству новых школ, созданию мест дополнительного образования, условия для занятий спортом в сельских территориях и открытию центров для даренных детей. «Для нас, конечно, это очень важный проект, который будет реализовываться не только на территории крупных городов, но и на территории сельских территорий. Это было указание президента, соответствующие средства выделены, это программа по реновации школ, по строительству новых». За прошедшие два года в регионе улучшены условия для занятий физкультурой и спортом в 11 школах. Проведен ремонт в спортивных залах, закуплен инвентарь и оборудование для открытых сооружений.